Всем привет! Вы на канале Ягодный Гриболов. Сегодня у нас 8 ноября 2023 года. Мы снова в лесу. И первые мои находки это калибия масляная и зеленушки. Зеленушки попадаются уже, мне кажется, даже уже почаще, чем раньше. Но все равно не так, как в том году. Зато радует, что уже пошли калибия. Причем массово пошли. Видите, говорушки тут есть, но я говорушки не собираю. Калибию собираю. Попадается она уже намного больше, чем в прошлые разы, что мы приезжали. И зеленушка тоже уже такая именно в хвойных лесах. Но, как вы видите, все перекопано, и поэтому зеленушку найти сложно. Ну, вот тоже встречается. Я уже немножко нашла. Грибников очень много. Я приехала, со мной приехала еще одна машина. Вот впереди пошли мужчина-женщина еще, видимо, приехали. Вот, очень много грибников. Позвонила Ирия, она тоже, может быть, сейчас в ближайшее время подъедет. И я уже буду не одна. Ну что, я вам буду показывать по мере нахождения своих грибов. И вот она, Калибия, как раз вам покажу. Посмотрите, какая хорошая. Вообще, отличные экземпляры. Вот она еще. Ну, это уже, ну, тоже ничего. Так, а тут у нас... И вон, вижу, еще одна. То есть, Калибия прячется. Берем. Немножко они как-то подмокшие, но ничего. Эти грибы надо отваривать, а потом можно и мариновать. Несмотря на то, что они маленькие, все равно в Мари-Данде они хорошие. Можно и мариновать, и жарить, и супы готовить, и на зиму замораживать. Все, что хотите. Ну, как обыкновенные грибы. Многие их не берут, не знают. Но мне эти грибы нравятся. Да, первый раз, когда их варишь, запах немножко неприятный, как бы с сыростью. Слишком даже с сыростью. Ну, потом он проходит, после второй варки уже он даже не чувствуется. Очень вкусные грибочки. А мы идем дальше. Дальше в лес. Посмотрим. Мы только приехали. Пару часиков у нас с вами есть, на то, чтобы прогуляться. И посмотрим, что мы найдем. Вот тут, видите, тоже. Я периодически смотрю, там, где копают, потому что обычно, где копают, а рядом можно найти грибочки. Он слышит, что у машины приехали. Машин море. Народ не работает вообще. Друзья, мне хочется привлекать внимание народа к своему месту. Поэтому тихо снимаю. Ну, посмотрите, какие шикарные гиграфорчики мне попались. Обалденные. Их тоже здесь мало кто собирает. Очень, очень мало людей, кто их собирает. В основном их очень сильно затаптывают. Затаптывают, рвут, бросают. Ну, такие зато у меня отличные гиграфоры попались. Собрала тоже несколько мухоморчиков. Я вижу здесь и рядовку чешуючатую, но она уже старая. Мы ее брать не будем. Вот, гиграфоры соберем. Народ приезжает и уезжает. Потому что очень мало грибов рядовки. В основном здесь собирают рядовку. Рядовку штриховатую и рядовку зеленую. На другие грибы просто не обращают внимания. Ну, это и неплохо, потому что теперь грибов других нам будет хватать, потому что их не собирают. Так, обрежу маленький. Вот, видите, рядовка чешуючатая, но она какая-то уже старенькая. Хотя нет, и неплохая. Возьму. Вот так, посмотрю. Еду тогда. Вот еще есть. Возьмем. И неплохая. Я думала, будет хуже. Отлично. Забираем. Сейчас посмотрю, может, еще тут гиграфоры найду. В этом месте я гиграфоры не собирала раньше. Совсем случайно наткнулась на них. Ну, отлично. Что могу сказать? Отлично. Это у нас, что за гриб? Тоже рядовка. Да, рядовка. Только рядовка тоже чешуючатая. Думала, белокоричневая. Нет, рядовка чешуючатая. Отличная. Не червивая. Забираем. Вот ассортимент у меня. Видите, какой сегодня разнообразный. Похожу. Может быть, еще гиграфоры пропустила. Нет, не вижу больше. Нашла целую поляну сыроежек. Но кто-то тут непонятно почему-то прошелся. И посмотрите. Вот я совершенно случайно-то увидела. Именно эту поляну, потому что были, видите, разбросаны сыроежки. Я уже взяла парочку. Вот еще хорошая, посмотрите. И вот еще тоже. Сыроежка пищевая. Не знаю, почему людям не понравилось. Донести ее, может быть, сложновато. Да. Именно пищевая она ломается. Вот буреющая мне больше нравится, потому что она все-таки пожестче. А пищевая она очень мягкая. Ну, не знаю. Так, это не будем брать. А вот эти вот хорошие заберем. Я вообще люблю, когда у меня именно грибной ассортимент такой большой. Мне кажется, тогда грибы вкуснее. И когда жаришь разные виды грибов, ну, как-то вкуснее получается. И даже мариновать тоже люблю больше именно ассорти. Так, у меня ведерко наполняется. Ну, это, наверное, уже будет старый. Не буду его брать. Тут я где-то около дерева видела еще бугорочек. Ну, да, мягкая ножка. Плохой уже. Но грибов много, друзья. Наконец-то пошли в Курской области грибочки. Именно прям пошли разные. Всякие разные. Интересно так ходить, собирать, когда попадаются много разных грибов. Не одного вида, а разными. Вот еще. Посмотрите, какая шикарная сыроежка. Ой, отличная. Отличная. Забираем. И вот вижу бугорочек. Так, достанем. Ай, поломалась. Ну, чем не очень. Мне нравятся эти пищевые сыроежки. Тем, что вот они очень хрупкие, конечно. Очень хрупкие. А вот у нас тут паутинники спрятались. Ну, они, конечно, несъедобные, поэтому мы их не берем. Ну, показать можно. Гибиома. Горчичная. Тоже ядовитые грибы. Брать нельзя. Друзья, собираю все подряд. Вот колебия. Мне встретилась фиолетовая рядовка. Пошла сюда за вот такой замечательный колебий. А тут, посмотрите, какая рядовка штриховатая выросла. Ну, просто шикарная. Даже не знаю, как ее снять, вам показать. Посмотрите. Ух, красотища-то какая красота. Мне, честно, да, и не червивая даже. Мне, честно, даже вот сирушки больше нравятся, чем зеленушки. Хотя многие говорят, что зеленушка вкуснее. Вот такой обалденный гриб мне попался. Друзья, гиграфоров становится все больше и больше. Они мне уже попадаются вон на каждом шагу. Вот, посмотрите. Видите? И тут, и тут много гиграфоров не встречается. Причем такие хорошие размеры. Но много тоже встречается и затоптанных. Затоптанных, сорванных, брошенных. Эти грибочки еще пока мало кто знает и мало кто берет. А из-за этого люди, не зная, почему-то их затаптывают и рвут и бросают. Вот, очень вкусные грибочки. Гиграфоры поздние. Отправляются в мое ведерко. Рядом с моей машиной уже еще одна приехала. Ну, при таком ассортименте, я думаю, что грибов в лесу хватит всем. Посмотрите, нашла сначала одну большую рядовку. Потом рядом еще две было. А потом посмотрела, а тут вон сколько рядовки. спряталась в травке. Хорошая, вкусная рядовочка. Посмотрите, какая молоденькая. Отличная. О! Я тут прям совсем в траве закопалась. Ой, господи. А я говорю, глянь, кто-то подъехал к моей машине прям. Ну вот, видишь, пол ведра, Ира. Всего подряд. А это, оказывается, Ира приехала. Ну, хочешь, бери эту рядовку. Нет, я поберу и вот еще, Галь. Да. И вот еще. Да, да, место хорошее нашла, да? Нет, я тоже чуть-чуть нашла. Я даже пакет там бросила. Ни хрена себе. Чтобы не потеряться. А тут, ты знаешь, я хожу. Вот тут, тут, там и гиграфоры, и рядовки. Ну, как-то все равно много. Фиолетовую одну нашла. Ну, как-то грибы попадаются. Разные. Вон, видишь, вон, целую поляну, считай, рядовок нашла. Ну, если б не ты, было бы еще больше их. Приперлась все-таки. Ну, что, вот, посмотрите. Видите, целую поляну. Еще Ирочка несколько штук. Все-таки она не вытерпела дома сидеть. Прибежала. Ну, что, а у нас ведро наполняется. Грибы есть, грибов много. И мы идем дальше. Не будем ее ждать. Друзья, пришли мы в лесочек за гиграфорами. Сейчас соберем гиграфоры и уже пойдем домой. Я не знаю, Ира еще останется. Нет, но мне уже пора. Надо гулять с собаками. И все, некогда. Конечно, гиграфоров очень много. Все, они пошли в рост. Вот, если присмотреться, желтые пятнышки. Это все затоптанные гиграфоры. Особенно он там. То есть, уже сколько их показываем, рассказываем про них. И все равно люди их не собирают, а только топчут, рвут и бросают. Их очень много. Вот видите, просто раскрошены зачем-то. Не знаю, и вот брошены. И побросали их за ненадобностью. Очень много гиграфоров. Мелочи-то. Вот это все. Вот видите, это все. Валяются сорванные гиграфоры. Кто-то чуть-чуть впереди нас прошелся и затоптал их. Аня, посмотрите, какие красивые. Их еще сложно найти. Нет, их находят. Затаптывают. Жалко грибочки. Вот мы их сейчас соберем. У меня будет уже полное ведро. Хотел еще сходить на поле, но на поле не успеваю. Грибов много. Можно только приезжай и собирай. Да, конечно, походить, поискать тоже приходится. Но все равно, друзья. Ну и на этом замечательном моменте показываю вам свое ведро. У меня здесь рядовки чешуйчатые, тополевые, фиолетовые, зеленушки, серушки, гиграфоры, сыроежки и мухоморы. Так что грибов очень-очень много. А на этом я, как всегда, не прощаюсь с вами, а говорю вам до новых встреч. На канале Ягодный Гриболов. Пока-пока. Друзья, и уже уходим из леса. И посмотрите, какие шикарные зонтики. Это еще не все. Еще два Ира уже убрала. Посмотрите, какие зонтики нам попались. Красота. Вообще с зонтиками в этом году прям проблема. Зонтиков было очень мало. И такие. Немножко спороносить. Нет, туда в тот лес нет. Там мы были, я тебе говорю. Они там это... Да? Да, наоборот. Посмотрите, какие. Красота какая. Еще дальше, видите, светлые пластинки. Значит, грибы хорошие. Ну, таких два красавца. Ну, все. Отправляемся домой. Все, Ира. Все, Ира. Посмотри, какой огромный. Ну, такой же, как этот. Но я его заберу. А что, я тоже забираю, да. Знаешь, какой. Ну, да, видимо, только они пошли здесь. На, складывай, я пойду. Тоже пройдусь. Еще вот такие, посмотрите. Вот такие зеленушки она нашла, шикарные. Вот тут где-то место было. Вот зонтик. И вот эти зонтики. И вот еще один принесла. Друзья, ну, мы довольны. Мы счастливы. Возвращаемся домой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok